Здравствуйте, меня зовут Сиридов Андрей, я менеджер отдела продаж автосалона Киа на улице Новикова Прибоя, компании BCR Motors. И сегодня у нас гражданский тест-драйв Киа Sorento. Хочу рассказать вам о том, почему я купил бы этот автомобиль себе. Ну, во-первых, этот автомобиль очень комфортный, очень красивый, да, дизайн у него бесспорно. Ну, один из лучших из последних автомобилей, которые появились на рынке. Автомобиль оснащен очень классно, да, я как любитель каких-то современных новинок, современной электроники, опций. Выбрал бы именно его, потому что за относительно небольшие деньги, по сравнению с конкурентами, например, с Toyota Highlander, мы получаем гораздо больше автомобиля, гораздо больше опций, гораздо больше электроники и приятных вот мелочей, как, например, отображение мертвых зон при перестроении. Да, вот сейчас мы видим автомобиль, даже в зеркале этого невозможно увидеть. Здесь это есть. Мне это очень нравится, безумно. Вещь классная. Это тот комфорт, который дает этот автомобиль. Круто. Классные сидения, классный обзор, хорошие материалы отделки. Вот в этой версии есть интерьерная подсветка. Она очень классно смотрится, но, естественно, этого мы сейчас не увидим. Мы видим это только в ночное время. Но, поверьте мне на слово, смотрится очень здорово. Расскажу еще о причинах, по которых бы я точно купил этот автомобиль. Посмотрите на него, да, то есть этот дизайн, он стал более агрессивный, более спортивный, более дорогой, что ли, да. То есть, начиная от головной оптики, к слову, светодиодной, да, она стала более сложной формой и сменилось ее наполнение. Опять же, да, дневные ходовые огни поменяли форму и вынесли их за пределы самого блока фары. Противотуманные фары, опять же, вписанные в решетку бампера, тоже очень смотрится очень круто. Светят они так же круто, как и выглядят. Появились четкие строгие линии, опять же, в передней части, в решетке радиатора, которая стала гораздо крупнее, чем у предыдущей модели. Соренто Прайм, если помните. На кузове, на боковине появились строгие, четкие линии, которые тянутся от передних фар до задних фонарей. Задние фонари стали вертикальной формы и, опять же, разделились на два блока. К тому же, с пятой двери убрали стеклоочиститель, который теперь прячется под спойлером. Его не видно, да, то есть лишних деталей здесь нет. Все это смотрится очень красиво, здорово. Объем багажника у Соренто, как видите, он большой, плюс под полом спрятался третий ряд сидений. Для большой семьи очень удобно будет, я думаю, комфортно будет здесь и детям, и взрослым. Есть кондиционер, кстати, очень круто на дальних поездках. В такую жару, как сейчас, очень актуально будет. Обратите внимание, колесные диски. В предыдущем Соренто они были меньшего диаметра, здесь они аж 20-й, то есть огромный, смотрится очень здорово. С низкопрофильной резиной, то, что надо для города, чтобы подчеркнуть эффектность этого автомобиля. Как автолюбителя могу сказать одно совершенно точно. Данный автомобиль достоин внимания, я считаю его лучшим в своем классе, лучшим предложением, лучшим по характеристикам, наполненности опциями, по дизайну. Ну, супер автомобиль, я бы хотел себе такой иметь, и вам рекомендую к нему присмотреться, если вы планируете покупку кроссовера. Да, и забыл сказать, как менеджер от салона IKEA хотел предложить вам приезд именно ко мне в наш салон за предложением на данный автомобиль. Поехали! Поехали!